Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни Вопрос о происхождении жизни в настоящее время один из самых актуальных вопросов. Множество гипотез и теорий не способны преодолеть невероятно сложную задачу, экспериментально доказать факт появления жизни. Возможно, воспроизведение в лабораторных условиях зарождения жизни — дело будущего, но повторение его в масштабах планеты совершенно невероятно. По мнению учёных, зарождение жизни произошло 3-4 миллиарда лет назад. В ходе сложнейших преобразований сначала зародились простейшие формы жизни, от которых произошло около миллиона видов животных и 400 тысяч видов растений. Точное число видов на планете неизвестно даже сегодня. Интерес к проблеме происхождения жизни никогда не потеряет актуальности. История взглядов на зарождение жизни уходит в далёкое прошлое. Первые идеи ограничивались лишь мифологическими представлениями. Люди пересказывали легенды о возникновении воодушевлённого и неодушевлённого. В то же время мифологическое сознание ограничивало познание. Люди считали своё происхождение само собой разумеющимся явлением. И только в процессе развития культуры выработалось два основных взгляда на происхождение жизни — креационизм и эволюционизм. Сторонники креационизма придерживались мысли о том, что всё живое было создано богом. Они защищали теорию о неизменности видов, а также отрицали эволюцию. До наших дней дошёл древний вавилонский миф о герое-боге Мордуке, который разорвал надвое чудовище Тиомата и создал из его спины небо, а из живота — землю. На смену креационизма приходит эволюционизм, идеи которого начали формироваться в XVII-XVIII веках. Эволюционизм предполагает, что всё в мире прогрессивно развивается. Существенный вклад в развитие этого взгляда внёс английский учёный Чарльз Дарвин. Почему же так сложно найти подтверждение многим теориям? Дело в том, что в ходе эволюции, которой подверглась наша Земля, на планете изменилось всё вплоть до газового состава. Поэтому создание древней модели Земли, по крайней мере, на данном этапе, невозможно. Существующие теории о происхождении жизни можно разделить на две группы — теорию биогенеза и теорию абиогенеза. К сторонникам первой теории относились Франческо Реди, Луи Пастер. Они придерживались мысли о том, что всё живое произошло от живого. Теорию абиогенеза ещё называют теорией самопроизвольного зарождения жизни. Сторонники второй теории, такие как Демокрит, Аристотель, Жан-Батист Ламарк, утверждали, что всё живое происходит от неживого. Например, Аристотель утверждал, что мухи зарождаются из гниющего мяса, крысы — из тряпья или гниющей соломы. Сейчас эти утверждения кажутся абсурдными, но в то время они никого не удивляли. В начале XVII века теория абиогенеза стала подвергаться сомнениям. Доктор Франческо Реди в 1668 году взял несколько банок с широким горлом и поместил в каждую из них кусок мяса. Некоторые банки он накрыл сверху плотной материей, другие оставил открытыми. Через некоторое время в открытых банках на кусках мяса появились черви, а в закрытых же банках их не было. В своем труде он написал, что черви в открытых банках образовались из отложенных мухами яиц. В закрытых банках этого не произошло, так как мухи не могли сесть на мясо. Также он указал на тот факт, что мясо является не местом зарождения жизни, а пищей для растущих личинок. Но опыты Реди оказались недостаточно весомыми для того, чтобы пошатнуть теорию о самозарождении жизни. Это происходило из-за того, что у ученых того времени было недостаточно знаний, чтобы объяснить те или иные явления. Лишь в 70-х годах XIX века биолог Луи Пастер нанес сокрушительный удар по теории абиогенеза. Он взял колбу, которую заполнил стерильным питательным раствором, и припаял к ней носик. Воздух мог проникать в колбу, а споры бактерий нет. На питательной среде новая жизнь не образовывалась. Данным опытом Луи Пастер опроверг теорию абиогенеза. Опыты Пастера заставили весь мир говорить о том, что жизнь может зародиться только из живого, но это не дало ответов на вопросы. А наоборот добавила новые. Как же возникла жизнь на планете? Так появилось еще несколько гипотез. Гипотеза панспермии говорит о том, что жизнь на Земле имеет космическое или внеземное происхождение. Сторонниками данной теории являются Сванте Арениус и Владимир Иванович Вернацкий. Согласно теории стационарного состояния, жизнь на планете существовала всегда, только претерпевала изменения. Еще одной гипотезой является гипотеза биопоэза, или биохимической эволюции. Согласно ней, жизнь на Земле возникла вследствие химической эволюции биологических веществ в условиях молодой планеты. Эту гипотезу поддерживали Александр Иванович Апарин, Джон Бёрдин Холдейн и Стэнли Миллер. Полных ответов не дает ни одна теория, потому спор на тему возникновения жизни на Земле продолжается до сих пор.